Думская ТВ Борьба с бюрократией. Верховная Рада приняла закон о бессрочном установлении группы инвалидности для участников АТО с ампутированными конечностями. Напомню ранее, для этого люди должны были ежегодно проходить медицинские осмотры. За новый законопроект во втором чтении проголосовали 281 нардеп. Согласно данным, за прошлый год статус участника боевых действий в Украине получили более 300 тысяч человек. У нас была абсолютно бредовая ситуация, когда люди, которые потеряли конечность на войне, должны были каждый год подтверждать свое состояние, получить какие-то справки. Мы сегодня это, слава богу, ликвидировали. Минус один. Президент уволил ставленника Саакашвили. Петр Порошенко удовлетворил заявление об уходе главы Ананевской районной государственной администрации Дмитрия Маковичука. Работу всех остальных глав районов оценивает областная администрация. Результаты уже обнародованы, далее их отправят на рассмотрение президента. И, возможно, еще несколько человек покинут пост, заявил губернатор. Мы проанализировали все. Поэтому я хочу видеть, что они делали. Если, например, он говорит о развитии, мы работаем над развитием предпринимательства, у него не существует никаких программ. Значит, наверное, это просто говорильня, которую нужно сделать на коллегии, когда его, не дай бог, поднимет глава облгосадминистрации. На улице Заславского могут возвести очередной новострой. Против строительства жильцы четырех домов. Некоторые из них были бы не против сменить свои квартиры в старом фонде на новые, но боятся остаться ни с чем. Что им предложил застройщик? Смотрите далее в сюжете. Вот, посмотрите. Вот это идет трещина с одной стороны стене и так же самое. А с той стороны там поставили стенку. Я не знаю, на чем она держится. В квартире Елены Кротовой два года назад обвалилась стена. Рабочие провели косметический ремонт, но перегородка может в любой момент рухнуть, говорит Елена. Одесситку ее соседи из пяти квартир временно отселил город. 12 марта на дверях четырех ближайших домов появились объявления об отселении жильцов. Люди обеспокоены, а 13 марта во двор на Заславского 15 пришел представитель компании «Микромегас» Юрий Фридбург. Говорит, дома планируют снести. Рассматривается вопрос от угла базарной, 73-75 дом до 21 дома по Заславскому. Для того, чтобы их расселить, нужно будет 92. На общем собрании застройщик уверяет жильцов, зонинг не нарушат. То есть построят многоквартирный дом не выше 18,5 метров. К общему мнению, соседи будущего новостроя прийти не могут. Основная масса, конечно, не хочет выезжать отсюда, потому что мы любим свой район. И у нас, наверное, все со мной согласятся, что каждый вложил душу в свою квартиру. А если даже и согласятся отселиться, то неясно, получат ли они жилье. Их планы об отселении в какие-то непонятные места, то есть ничего образумительного, ничего конкретного не предложили. В мэрии же компанию «Микромегас» называют потенциальным инвестором. Но никаких решений насчет застройки района пока не принимали. Дарья Сметанко, Виталий Прус, Думская ТВ. Новые правила поступления для первоклассников. Право выбора языка обучения и зачисления без конкурса. Шестилетний ребенок гарантированно получает место в школе, закрепленной за районом. В то же время при наличии свободных мест есть возможность учиться и не возле дома. В классе не может быть больше 28 детей, так что кому-то, возможно, придется заниматься во вторую смену. Большая часть детей будут учиться на украинском языке, но по заявлениям родителей будут формировать классы и с русским языком обучения. Одно из главных новшеств – отказ от любых собеседований и тестирований при зачислении. Детину шестиричного века экзаменовать на то, чему должны учиться в начальной школе, не только недорогично, а вообще это причиной большой количества стрессов для детей. Выборы в РФ. 18 марта охранять порядок возле российских консульств в Украине будут бойцы Национальной гвардии. Кроме того, вблизи ДИП-представительств собираются дежурить наряды полиции. Об этом сообщают в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел. Отмечу, российские представительства в Украине располагаются в Одессе, Киеве, Харькове и Львове. Активисты националистических организаций неоднократно обещали сорвать в Украине выборы президента страны-агрессора. Мыслить, учиться и испытывать эмоции. В самом центре Одессы немецкие ученые обучают машины думать по-человечески. В отличие от обучаемых программ, общий искусственный интеллект сможет решать различные проблемы. Для этого немцы разработали методику, которая значительно сжимает данные. По словам ученых, это может привести к еще одной технической революции. Он сможет выполнять множество работ. Например, водить такси и грузовики. Выполнять информационную поддержку в колл-центрах. В конце концов, мы увидим нечто вроде другой личности. Изучение искусственного интеллекта находится на передовой современной науке. Но на этом не заработаешь, сетуют ученые. Исследования пока носят только теоретический характер. В то, что машины поработят людей, специалисты не верят. Скорее, искусственный интеллект обзаведется собственными роботами-рабами и поможет человеку в поисках истины. Тот факт вообще, что у людей разное мнение, говорит о том, что люди неверно мыслят. Потому что истина-то одна. Значит, все должны были прийти к одному и тому же выводу, если правильно мыслили. И это уже говорит о том, насколько мы далеки от корректного мышления. И машина нам бы помогла. Весна не торопится. Кратковременного потепления одесситам стоит ждать лишь к выходным. При этом проливные дожди не прекратятся. А порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура поднимется до 10-12 градусов. Уже в воскресенье погода изменится. В первые дни следующей недели станет сухо, но заметно прохладнее. До 2-4 градусов тепла. Следующий фронт с 15-го на 16-е с дождями, но с положительными температурами. Потом с 17-го передышка, вынос тепла. 18-го снова дожди по северу Украины, я говорю. Может быть, даже и по северу области, возможно, с мокрым снегом. И понижение температуры. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Им будет интересно. Думаю, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Игорь Негода. Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова